Реды эйфории и круги Форда это примерно одно и то же. Поэтому давайте я сначала расскажу, что такое реды эйфория, а потом уже нарисую. Определение очень простое. Выписываем все сократимые дроби между нулями и единицами, у которых знаменатель не превосходит какой-то речи. Например, если брать дроби с знаменателем не больше двойки, то ряд форея будет вот так. Если взять пятый эйфория, то ноль первых, одна пятая, одна четвертая, одна третья, две пятые, одна вторая, ну и симметрично. Три пятых, две третьих, три четвертых, четыре пятых, я напишу. Ну, в общем, это такое любимое занятие у школьников, занимающихся изучением дробей. Выписать несколько таких вот строк и искать закономерности. Закономерности довольно красивые. Ну, одна и не такая, симметрия. Сюда щеленная вещь. Дело в том, что если у вас число х меньше, чем ибрик, то один минус х на одно больше, чем на фонусе х. Поэтому симметрично расположенная тропа, разумеется, в сумме дает единицу. А вот две другие закономерности намного интереснее. Если в каком-то ряде фории две соседние дроби, это будет одна закономерность. Другая закономерность, если есть три дроби, идущие подряд. Так вот, оказывается, в этом случае ВС минус АД равен единице. Заметьте, пожалуйста, это определитель матрицы ВС, здесь на комплексе Д, да? А под этими числами надо написать АВС. Вот такой вот определитель ВС минус АД оказывается равен единице. А в этом случае А плюс Е деленное на Е плюс Ф, это С. Вот операция, которая из двух дробей складывает их числитель, складывает знаменатель и делает новую, называется операция взятия медианной. И в реальной фории любая пробь является медиантой своих двух соседей. Давайте посмотрим, связаны ли эти свойства между собой. Замечательно, могут быть связаны. Представьте себе, что мы уже знаем верхнее. И напишем его для этой пары и для этой пары. ВС минус АД равен единице. И ДЕ минус СФ тоже равно единице. Отлично. Переносим СФ налево АД направо. И получаем С умножить на В плюс Ф. Это ДЕ умножить на А плюс Е. Ну, это и есть. С разделить на Д. Это А плюс Е разделить на Д. Эта дробь может быть сократим. Давайте посмотрим на примере. Вот, что такое одна вторая. Это 2 плюс 3 разделить на 5 плюс 5. 5 десяток сократимая дробь, но она при этом равна вторая. Таким образом, на самом деле, это свойство промедианту является следствием верхнего. Как доказывать верхнее? Пройдет некоторое время, и мы видим, что... В смысле, вообще можно не доказывать. А вот так оно и будет. Но это будет тогда, когда мы поговорим о базисах решеток более подробно. Сейчас давайте рассмотрим такое самое наивное детское доказательство. Просто появился. Представьте себе, что у нас есть какой-то ряд форей. И мы знаем, что для него все было хорошо. Вот, говорят, 5-й ряд был все хорошо. Какой-нибудь там n-1 ряд был все хорошо. И мы вставляем дробь m разделить на n в n-1 ряд форей. Несократимая дробь с знаменателем n. Повторяю, в n-1 ряд форей все было замечательно. Поскольку 0p присутствует во всех, и один на первых присутствует во всех, то на самом деле эта дробь куда-то вот туда вставится. Отлично. Значит, она вставится между дробью а разделить на b и какой-то дробью с разделить на d. При этом b меньше, чем n, d меньше, чем n. Отлично. Отлично. Мы можем считать, что закономерности верны. То есть, bc минус ad равно 1. Это свойство n минус 1 ряд форея. Дело в том, что у самого простого ряд форея это свойство выполнено в базе 2. институции. Проверим, все хорошо. И сейчас наивный способ заключается в том, что я посмотрю разность этих чисел, разность этих чисел и разность этих чисел. Поехали. Из дроби c дедых вычитаю дробь a разделить на b. Получается единица деленная на b. Понятно, bc минус ad написано единица. Хорошо. Теперь нужно уже рассматривать две разности. А именно m разделить на n минус a разделить на b. это есть mb минус an разделить на nb больше или равно чем единица делить на n. Любимое свойство целых чисел. Если целое число больше нуля, то оно не меньше делится. Точно так же c разделить на d минус m разделить на n это cn минус md разделить на dm это больше или равно единицы деленной на n d. И значит, когда мы сложим эти равенства, то мы получим, что разность вот здесь m разделить на n и что единица деленная на bd то есть разность cd и будет больше или равна чем единица деленная на n b плюс единица поделенная на n d. Приведем к общему знаменателю. Внизу будет n bd а вверху будет b плюс d. Так. Умножим обе части на n bd тогда получится, что n больше или равно чем b будет. Начинаем думать. Начинаем думать. Вообще-то мы все-таки разговариваем. Неясняем. Медианка всегда расположена между тробиаметами. Хотите, это можно проявлять алгеморически, можно проверить. Хотите, можно нарисовать картинку. Один способ полгеморический. Смотрите, что значит вот это неравенство? Что bc больше, чем a b. А что означает вот это неравенство? Что a плюс c умножить на b больше, чем a умножить на b. А что означает вот это неравенство? Что c умножимая на b плюс d больше, чем d умножимая на а плюс d здесь в общем на неравенство. Вот. Но если вы расстроите скобки, то если ab исчезнет, останется bc больше ad. А здесь cd исчезнет, останется bc больше, чем ad. то есть алгебраически очень легко. Геометрически нужно нарисовать просто вектор, у которого a разделить на b это будет тангенс угла наклона то есть вектор, у которого вот здесь вот отрезок а вот здесь отрезок b вектор с координатами b a замечательно и вот этот вектор с координатами dc нарисовать тогда a разделить на b это вот тангенс такого угла c разделить на d тангенс такого угла но если вы дорисуете эту параллограмму то как раз здесь будет a плюс c здесь будет b плюс d и диагональ параллограммы лежит между его сторонами так все поняли про диагональ параллограммы расположена между его сторонами про медианту правительные лекции про медианту медианта смотрите имеет знаменатель не больше чем n значит в n ряд форея она обязана попасть значит мы пытаемся вставить дробь со знаменателем n но где-то между этими дробями лежит a плюс c разделить на b плюс d более того не может быть чтобы b плюс d было меньше чем n потому что иначе она должна была присутствовать уже давно значит вот в этом месте n равняется b плюс d и везде где мы писали знаки на самом деле было равенство мы доказали замечательную вещь n равняется b плюс d вот теперь давайте подумаем а как обстоит дело с числом m на самом деле оно тоже должно равняться это можно по-разному объяснять один способ такой что если у нас везде равенство то в частности mb минус n равно единице cn минус d m равно единице ну и как водится отсюда легко получить мы это уже делали в похожей ситуации но есть еще более простое объяснение представьте себе что у вас между равняем а раздель каври c разделить на d было бы две тропи со знаменателем n тогда когда мы здесь подписали эти разности мы могли сделать так взять расстояние между этими тропями дальше пройти один раз до одной тропи со знаменателем потом пройти сколько-то там n а потом от той пойти сюда и конечно мы получили выигрыш а у нас все везде должно быть равенство и получили мх2 таким образом вот эта вставленная тропи действительно является медиантой и более того mb минус n и cn минус md единицы то есть свойства которые мы доказываем верным помните что из него все следует вот так объясняется свойства ряда фаре и теперь можно нарисовать круги форми это очень просто смысл а с другой стороны диаметрически это очень симпатично смотрите ну проще всего просто сказать конструкцию что рисуем когда у нас есть ряда фаре для каждой дроби для каждой дроби а разделить на b где b натуральное число рассмотрим окружность которая именно в этой точке касается вещественной оси и диаметр который равен единице делить на b квадрат ну соответственно радиус это единица разделить на 2 b квадрат на первый взгляд непонятно зачем откуда взялось число идице на b квадрат но давайте нарисуем картинку которую мы уже знаем ряд фаре есть друг а разделить на b есть другая с разделить на d рисуем круг форда здесь и рисуем круг форда здесь я утверждаю что не коснуться и это и есть в точности свойства ряда форей давайте объясним почему вот когда у вас есть два круга с известными радиусами давайте просто написать радиус этого круга единица делить на 2 b в квадрат радиус правого круга единица деленная на 2 b в квадрат для того чтобы проверить что они касаются нужно на самом деле посмотреть на такой прямоугольный треугольник мы знаем его горизонтальные качества это единица деленная на b дыр вот это свойство ряда форей единица деленная на b дыр вот вертикальный качество это разность 1 разделить на 2 d в квадрате минус 1 разделить на 2 b в квадрате я утверждаю что если вот это развести в квадрат если вот это развести в квадрат то получится в точности сумма этих радиусов то есть 1 разделить на 2 d в квадрате плюс 1 разделить на 2 b в квадрате разведенная в квадрате давайте здесь сумма здесь расстояние между ну это свойство ряда форей единица деленная на b ну а здесь естественно равность для того чтобы это стало совсем понятно давайте умножим обе части на 4 b квадрат d квадрат тогда равенство превратится в такое четверка плюс так когда мы умножаем на 4 вот эта двойка исчезнет и внутрь квадрата она ставится таким образом b d минус d в так и здесь будет то же самое только с знаком плюс d d плюс d b в квадрате но это правда потому что двойное произведение это минус двойка здесь будет плюс двойка а 4 минус 2 это 2 значит вместо того чтобы выписывать дроби ряд форей мы можем нарисовать такие круги я немножко боюсь сейчас не справиться с рисованием ну смотрите вот здесь вот круг радиуса в нуле 0 первых круг радиуса 1 в точке 1 тоже круг радиуса 1 но они действительно касаются замечательно в точке 1 2 врисовывается вот такой вот круг переходим к следующему врисовываются два круга ну и так далее так далее так далее и так далее ну и на компьютере нарисовать картинку с гораздо большим количеством окружностей давайте я для чего-нибудь использую потому что это в конце концов и ряд форей я молодец что доказал но давайте давайте пойти хоть какое-нибудь следствие смотрите если есть какое-то число расположенное между двумя дробями у нас есть дробь а делить на b вот этот вот круг мы помним да с каким диаметром диаметр единицы деленная на b квадрат да есть какой-то другой круг здесь вот точка c разделить на d неважно здесь диаметр единица определенная на d в квадрате с представьте себе что между ними есть совершенно произвольное число x вы понимаете что если мы посмотрим на вот эти две дуги то когда точке x пойдем вверх обязательно пересечем хотя бы одну из них отлично отлично значит или x минус а разделить на b будет не больше чем единица деленная на 2b в квадрате вот если мы пересекли эту окружность значит мы ушли не дальше чем на ее радиус или если мы пересекли здесь то x минус c разделить на d не больше чем единица деленная на 2b в квадрате мы получили теорему о приближении числа рациональных если перпендикуляр пересек левую окружность то такая если пересек правую то обязательно реклама на такой нерависти разумеется это можно было доказать и не геометрически давайте я на всякий случай покажу это доказательство тоже но но вроде бы геометрически это совсем просто и совсем красиво вот алтепроречное доказательство выглядит следующим образом вот смотрите если вы берете дробь а разделить на b пойдем от нее отрезком длины делиться делить на 2b в квадрате вправо берете дробь c разделить на d давайте от нее пойдем отрезком делиться делить на 2b в квадрате если такие отрезки пересекутся то тогда x-у никуда не убежит то есть оно будет лежать или на этом отрезке или на этом в каком случае эта теорема была бы неверна ну в случае если здесь был бы отрезочек здесь был бы отрезочек но они не открывали бы весь замечательно то есть в случае когда сумма или длина длина меньше чем длина этого отрезка а мы помним ничего равна длина этого отрезка единица отделенная на bd ну вот если вы умножите обе части на b в квадрате d в квадрате и еще лучше на черном пульку то оно превратится вот в какое d в квадрате плюс b в квадрате меньше чем 2bd ну 2bd перенесет и получится что d минус b в квадрате меньше нуля так он не помогает то есть полнепровечество это конечно тоже можно доказать но вот эта вот картинка с окружностями очень симпатичная и очень даже замечательно конечно можно анализовать все эти окружности вместе но если вас интересует конкретный ряд форея то надо провести на каком пульм и рассмотреть только дроби соответствующие окружности фор до которых пересекают эту прямую рассмотреть только те дроби когда пересекают их окружность эту прямую а те кто маленькие маленькие просто на них смотрите